парни всем большой привет решил я поменять в итоге свой crfx 2012 года полцикл уже изрядно пошатался поустал подо мной терпел меня очень долго кстати надоумил меня поменять один из моих комментаторов написали в видео где тренировал медленные вилле типа что ты делаешь на этом старой каркалыге пытаешься что-то делать в то время когда там есть более современная техника но и так как-то он был очень убедительный комментатор и в общем итоге я решил приобрести себе ктм 300 и кстати собственно говоря хочу поехать часа по объявлению смотреть мотоцикл и приглашаю вас вместе со мной посмотреть как я это делаю и может быть кому-то видео будет полезным погнали приехали мы смотреть птм валерий игорь очень приятно хозяин мотоцикла любезно нам позволил поснимать процесс осмотра правда не знаю чем он сейчас кончится но тем не менее говорит что не против в общем ребят с чего мы начнем хочу вам показать своими глазами как я этот осмотр вижу кто-то скажет конечно надо было другое что-то смотреть но вот я вот себе выбираю мультик поэтому вот что смотрю я первое что смотрим мотоцикл со всех сторон просто обходим его и весь смотрим смотрим на его на предмет кривизны чтобы не было весь вот как бы гнутый какой-то мятый валеный должен быть нормально вроде немного пластик смотрю конечно короче коцаны прямо здесь белые складки видно здесь тоже как бы белые складки вида хвост вроде целый на крыле тоже кургался для не помню тяжелый смысл я понял ну в общем смотрим пластик посмотрели пластик могу как он сказал такое откровенно поломанного нигде нету ну и соответственно смотрим элементы крышки двигателя то есть это кстати на предмет там условно скрученности пробега до скрученности моточасов чтобы это все было такое не поюзанное не затертая сильно лапка тоже что вот эти штучки вот эти шершавости не были стерты потому что если много эксплуатироваться конечно лапку поменять можно но в целом как бы вроде похоже на оригинал чуть-чуть ржавые мало ездил довольно таки немного понятно в общем короче смотрим все вот эти люфты тоже всего-всего арен покажи смотри вот я всегда обращаю внимание на состояние звезд то есть они не должны иметь как угол у бензопилы то есть грубо говоря такие загнуты не должны быть то же самое на задней звезде прям как новый можно сказать даже подозрительно слушая цель смотрю обработанную он стоял что когда да был на зиму законсервировал понял понял ловушка цепи тоже смотрю слайдеры достаточно как бы целые не потертые но и смотрим мотоцикл там на предмет всех течей чтобы нигде ничего не текло нигде не было лопин никаких сначала двигатель смотрим то есть все вроде как целое ничего даже одна болтах следов нет откручивания ничего не делалось вот можем пасы надо посмотреть я считаю обязательно снизу смотрим снизу посмотрю здесь похода защитка стояла оторвал да ну да был грех короче вот а так в целом смотрю снизу тоже эти хлопин нет все целое вот так дальше смотрим амортизатор шток соответственно не должен быть запотевший здесь вот он совершенно сухой до сухой мне вообще мотоцикл с вами как новый перья на вилке перья на вилке то же самое не должно быть запотелости каких-то птичей вроде тоже все целое смотрим вот эти места опять таки откручивалась не откручивалась для похабного гаражного ремонта тоже вроде все целое соответственно смотрим суппорта износ колодок на колодочки понятно что расходник но тем не менее диска колодочек но суппорта тоже как новые резины кстати здесь стоит митас мицеллер тоже состояние довольно таки хорошие не сточено еще цепочка натянута нормально передний суппорт смотрим опа даже бумажечка сохранилась брембовские суппорта все тоже целое смотрим раму состояние рамы тоже где что потертые не потертые все вроде целые даже проводка не натерла вот эти места которые обычно натирает на ктм сейчас собой притащил вот такую подставочку подставочки сейчас нам немножко поможет немножко поможет только не уроне если упадет купишь значит хорошо нет стоит вроде нормально нормально для чего я это делаю собственно говоря я хотел попробовать люфт колес так как же правда сделать чтобы не уронить держу помоги да немножко посмотреть язык и закусывать суппорта нет за нормальный крутится вроде как мы соответственно задний присуток тоже люфтов нету вот это цикл живой на самом деле сейчас если егор нам разрешит мы сделаем еще одно действие я бы снял бы резонатор был у него чтобы посмотреть что с пошла если на место поставишь пожалуйста на место поставишь поставить конечно вообще резонатор снимается очень просто катерина снимается вот эта резиночка резиночка точнее пружиночка откручивается я с собой специально инструменте кида же закручиваются буквально два болтика для чего мы это делаем можно конечно с помощью эндоскопа заглянуть в поршневую чтобы посмотреть что там но эндоскопа у меня с собой нет эндоскопа у меня нет собой эндоскоп профессиональный есть у Вовки но Вовка на отдыхе поэтому приходится обходиться тем что есть на самом деле на двухтактной технике очень просто посмотреть в каком состоянии поршень и будет сразу понятно если задиры на календаре ну и снимаем две вот эти пружинки раз пружинка два пружинка сейчас у нас по идее резонатор должен сняться называть саксофон я думаю что понятно почему это саксофон я боюсь не сумею дайте мне телефончик и вот таким образом у нас появляется доступ к поршню фигура потяни назад его немножко буквально стой 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 спасибо большое все отлично я вижу поршень и вижу что задиров там нет супер хочу посмотреть тоже воздушный фильтр воздушный фильтр парни на самом деле пока хозяин отошел воздушный фильтр обслуженные смотрю цепь намазанные бачок масла я кстати уже посмотрел вообще полный залитый полностью ну то есть ощущение что мотик или действительно к продаже подготовили или же он действительно стоял на консервации как он сказал в этом году еще даже ни разу не выезжал ну так честно говоря похоже что не ездил весь на самом деле на силиконе такой достаточно набрызганный силиконом ну конечно честно признаться придраться вообще ни к чему вот этот как бы косяк но это не косяк для эндуро мотоцикла пластик опять таки ну то что видите белые вот эти есть складывался но он целый то же самое на крыле короче парняга по ходу летал вот но с другой стороны вот эти ручки говорят о том что именно как с точки зрения жесткого кросса он не использовался тут видно что падение были вот но вот зашиты пластик здесь единственный косяк честно говоря можно поторговаться но даже не знаю на что торговаться все остальное просто в идеальном состоянии просто в идеальном так что короче сейчас будем по ходу торговаться и забирать его смотрю так как здесь как здесь включается то все так что у нас здесь 78 моточасов на нем пробега 78 ну на самом деле немало но что-то как прямо подозрительно целый для всего этого смотрю сейчас осматриваю соты на предмет мятости чтобы нигде радиатор не был поврежденный соты были все целые вот ничего осталось нам его завести можно здесь не так вроде металла что стоит даже фара работает ну что короче сейчас будем по ходу торговаться будем торговаться если есть за что но сейчас будем короче торговаться это же процесс интимный поэтому показывать его не буду вот ну и в общем то и в принципе мотик мне кажется хороший наверное наверное если по цене садимся то наверное хороший парни ну что забрал я мотостикл в итоге специально видите поставил его в гараже рядом с оранжевым другим оранжевый и оранжевый прикольно смотрится честно сказать по торговаться мне не удалось не захотел он снижать цену аргументов найти на что скинуть цену тоже я не нашел потому что как бы он честно сказал еще по телефону что катался мало говорил в каком режиме катался рассказал что пошел в школу несколько раз здорово упал и после этого перестал ходить и гонял чисто вдоль полей по мотоцикл это как раз и видно то что много моточасов 78 моточасов при этом на состоянии мотоцикла очень и очень живое то есть явно без жесткого эндора без хард эндора без каких-то падений лютых и так далее поэтому принципе не жалею я сразу что его забрал хотя цена ну хотя цена всегда вопрос такой двоякий для кого-то высокая для кого-то низкая но как говорится будем осваиваться сейчас проверим все жидкости техническое состояние в общем-то и будем вкатываться потихонечку а как это будет происходить смотрите все таки думаю если роликов выпустить я успею до зимы а дальше зима и снова мы с вами каждая неделя короче все много слов мало дела погнали делать всем пока